Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Крабцева Сергея. Сегодня мы читаем отрывок из учебника по эндокринологии непосредственно. И учебник это Владимира Владимировича Потёмкина. А в чём суть? Перед видео я хотел бы вот что сказать. В отличие от предыдущего выпуска про гормон роста, здесь всё примерно понятно. По большей части мы коснёмся клиники. Но и в конце мы затронем препараты, которыми официально лечили климатерический период у мужчин в советском, да и даже постсоветском пространстве, союзе, времени, как хотите, в общем-то. И я хочу, чтобы в комментариях вы сами со мной открыли диалог. И мне вот что интересно. Как много из этих препаратов, которые проходят по официальным учебникам, вам предлагались врачами или, соответственно, предлагались в поликлиниках. Поставлю это на размышления, эту тему, потому что двойные стандарты в учебниках есть, по факту нет. Вот вам во многом ответ. Можно использовать данные группы препаратов или нельзя. Но обо всём по порядку. Поэтому с вами Кравцев Сергей. И мы начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Мужской климакс – нормальное физиологическое состояние организма, обусловленное возрастной перестройкой нейроэндокринных взаимоотношений. В системе гипоталамус, гипофиз, гонады с угасанием деятельности половых желез. Однако, дорогие друзья, здесь, как всегда, конечно же, сделаю отступление. Не обойдется без моих комментариев, которые вы, насколько я понял, так любите. Суть в чем? Суть в том, что, соответственно, конечно же, слово «нормальный» здесь подразумевается, я бы, наверное, лучше сформулировал, физиологично. То есть, это не говорится о том, что мы не должны с этим работать. О чем дальше и пойдет речь. Но это очень важно. Понимая, говоря, что это нормально, да, это не значит, что мы это не лечим. Но давайте-ка продолжим. Климатерический невроз. Состояние организма обусловлено патологическими возрастными изменениями в центрах гипоталамуса и характеризуется сердечно-сосудистыми, нервно-психологическими, мочеполовыми и эндокринными нарушениями. Мужской климакс наступает обычно в возрасте 45-60 лет. Климатерический невроз возникает лишь у 10-20%. Этиология и патогенез. Этиологию и патогенез климакса связывают с возрастной перестройкой нейроэндокринных взаимоотношений в системе гипоталамус, гипотез гонады, с угасанием деятельности половых желез. Патологическая анатомия. Гистологический при биопсии яичек мужчин после 60 лет. Обычно обнаруживается уменьшение количества интерстициональных гландулоцитов яичка, клеток лейдинга, просвета семенных канальцев. Здесь сделаю небольшое отступление, все же поясню вам, что речь идет именно о тех клеточках, которые ответственны за сперматогенез. В ряде случаев в яичках отмечаются атрофические изменения с развитием склероза. Сперматогенез обычно сохранен до глубокой старости. Клиника. Климакс у мужчин уступает значительно медленнее, чем у женщин, и характеризуется обычно лишь ослаблением половой потенции. Половое влечение чаще ослабевает, а реже усиливается. Климатрический невроз у мужчин имеет менее четкую клиническую картину, чем у женщин. Изменения сердечно-сосудистой системы могут проявляться болями в области сердца, сердцебиением, признаками пароксимальной тахикардии, нередко транзиторной гипертонии, вплоть до постоянной гипертонии, приливами жара к голове, потливостью, парастезиями и другое. Дорогие друзья, для тех, кто не знает, простезии могут сопровождаться чувством покалывания, жжением, ползанием, мурашек. И вообще, как бы вот обострение, я бы так сказал, неврологических заболеваний, я бы тоже, соответственно, соотносил с климатерическим периодом. Это важно, даже если там это банальная грыжа, потому что это все завязано на обменных процессах. То есть мы не забываем про то, что дефицит тестотерона, речь о котором пойдет выше, он ведет и к дефициту, у нас реабсорбция кальция ухудшается в этом случае. Но, да ладно, это такой короткий комментарий для тех, кто не знал, и мы продолжаем. Нервно-психические нарушения характеризуются раздражительностью, плаксивостью, снижением памяти, необоснованными страхами, депрессиями, иногда психозами. Изменение мочи половой системы проявляется в виде ослабления потенции, нарушения мочи и спускания. Тупые боли в области мочевого пузыря, затрудненное начало мочи и спускания. Эти симптомы связывают в основном со слабостью мочевого пузыря, вследствие уменьшения его тонуса и изменением функционального морфологического состояния предстательной железы. Лабораторные данные. К крови снижен уровень тестостерона. И дальше тут написано некое, отмечается снижение экскреции с мочой 17КС. Вот это вот 17КС, это 17 кетостероиды. Их, да, вы, наверное, не сдавали, о них не принято говорить, но, в общем-то, если коротко, то это продукты метаболизма андрогенов, мужских половых гормонов, экскреции с мочей, как было выше сказано. Ну, то есть, это продукт андростепудина, дигидроэпидростерона, эндростерона, эпидростерона, этихолонол, тестостерона. Вот, и как бы вот такие дела. То есть, это некая средняя температура по палате, потому что тут еще и намешанные некие гормоны надпочек тоже. То есть, тут вопросы, вопросы, дорогие друзья, очень много. Насколько вот продуктивно, клинически, соответственно, этот анализ прямо уж 100% позволяет нам определить, ну, климатерический период. Я бы все-таки ориентировался, конечно, на лютонизирующий, фолликолостимулирующий гормон, как по классике. Ну, там все, что угодно. ДГТ, но, соответственно, вот кетостероиды, ну, пускай будут. То есть, как бы учебник, так скажем, из песни слов не выкинешь. Вот. А мы с вами продолжаем. Тогда главное, что вот разобрались, теперь вы знаете, что за хрень такая вот эта вот 17КС здесь написана. Чего это вообще такое? Увлечение числа патологических форм и сперматозонов, снижение уровня фруктозы в семенной жидкости, кристаллизация секрета предстательной железы у молодых здоровых мужчин напоминает лист папоротника. И вот, стало быть, у старых мужчин этот лист папоротника как бы нарушен. Диагноз и дифференцированный диагноз. Диагноз мужского климакса устанавливают на основании анамнеза снижение потенции в возрасте от 45 до 60 лет и лабораторные данные. При подстановке диагноза мужского климатерического невроза наряду с клинической симптоматикой учитывают и эффективность лечения препаратами мужских половых гормонов. Мужской климатерический невроз дифференцирует от различных форм неврозов и возрастных изменений систем организма. Прогноз. Прогноз для жизни благоприятный. А вот, кстати, тут подчеркну, дорогие друзья, что прогноз для уровня жизни неблагоприятный. Поэтому вопрос пациент будет жить, но как он будет жить, если его не лечить, остается очень-очень большой вопрос. А теперь, внимание, дорогие друзья, самое интересное – лечение. Вот вы все жалуетесь на большое количество БАДов, которые назначают современные превентивные врачи. Читаем. Назначают общеукрепляющее лечение правильным режимом труда, в нашем случае в современности фитнес, отдыха, рациональное питание, физиотерапевтические процедуры, водолечение, можно водолечение на массаж поменять, лечебную физкультуру, что тоже в сторону фитнеса. И дальше пошли витамины групп, В, С, А, И, Е, биостимуляторы, алоэ, апелак, фитин, женьшень. Ну, дорогие друзья, ну, то есть, ну, такая банальщина, которая используется сейчас только в более современных формах, конечно, это у нас все есть. Но надо учитывать, что БАДы – это необходимо, да, и что мы ничего не выдумали, и вот вам, пожалуйста, учебник достаточно старый, это конец 80-х, но им, по-моему, до сих пор пользуются, ну, он у меня оказался просто по той причине, что мы по нему учились. Вот, поэтому, как бы, задумайтесь, дорогие друзья, вот, противники, соответственно, пить витаминки, дефициты, дефициты надо восполнять, это никто не отменял. Далее, для улучшения трофической функции нервной системы назначают внутримышечно-новокин. Дорогие друзья, в общем, спросите не у меня, а, наверное, у неврологов, зачем его назначают. Вот, я какого-то, ну, прямого смысла в этом не вижу, но, возможно, здесь присутствует логика. Это надо поднимать, соответственно, очень глубоко, вот эти вот те неврологические процессы тоже, а мы здесь занимаемся больше эндокринологией, конечно. Поэтому, если вам интересно, я, конечно, покопаюсь и поищу, но, на мой взгляд, этот пункт про нокаин необязательно. Двухпроцентный раствор по 5 мл 3 раза в неделю на курс 10-15 инъекций. Первый раствор по 5 мл 3 раза в неделю на курс 10-15 инъекций. Первая инъекция 2 мл. Для нормализации корковой нейродинамики применяются седативные и нейролептические средства, препараты брома, аминозина, триоксозин, элениум, резерпин и другие. При явлениях вегетодиани, вегетотропные средства, белоид, акклиман и другие. Для устранения гормонального дисбаланса назначают препараты мужских половых гормонов. Внимание, здесь под контролем за состоянием предстательной железы. Анализ на ПСА добавлю от себя. Курс лечения по ВГ Баранову 2 месяца. Был такой деятель у нас, занимался мой коллега, моими же вопросами, которыми мы занимаемся сегодня на ютубе. Внутримышечно. Тестостерон, пропионат они назначали 10-15 или даже 25 мг 2-3 раза в неделю в течение 4 недель с последующим уменьшением дозы препарата. До половины в течение следующего месяца. Применяли метилтестостерон. Кто знает, что это такое, пишите в комментариях. Дорогие кочки, по 5-10 мг 3 раза в день сублингвально, заметьте, в первый месяц с уменьшением дозы в 2 раза. Следующий месяц тестобромлетин сублингвально. Опять же, кто из качков сублингвально пьет, то никто. По одной таблетке, одна таблетка содержит 5 мг метилтестостерона, 10 мг бромурала и 50 мг лицетина. Такая вот была смесь, я не знаю, напишите мне, может сейчас и где-то осталось на черном рынке, можно купить, но маловероятно. При обменных нарушениях, гипотрофии мышц, остеопороз и другие назначают анаболические стероиды. Метил, дрестенолон, феноболин, метиландростендианин и так далее. Для улучшения обменных процессов применяют также препарат АТФ, адензий фосфорный кислотонаж. Соответственно, у кого были бабушки и сердечники делали инъекции, может быть делали им. Очень часто назначают пожилым. Ну и спортсменам, конечно же, нужно аналог этого, соответственно, АТФ. Таблетированный можно взять рибоксин, именно он должен распаться в итоге, соответственно, на АТФ. Но, конечно, это не одно и то же вещество в чистом виде. Сердечно-сосудистые нарушения устраняются путем назначения платифилина, папеверина в сочетании с дибазолом. Дорогие друзья, все, что вы сейчас услышали. Сейчас дам свой краткий комментарий и жду, жду обсуждения в комментариях сие вопроса, как климатерический период у мужчин. Яркая клиника, дорогие друзья, при климатерическом периоде у мужчин. Безусловно, яркая. Может быть в результате стресса каких-то пережитых ковидов ранний климатерический период. То есть не в 45 лет, допустим, а в 40, в 35 лет, а то и в 30 лет. Ну, конечно же, может. Потому что может отягощаться анамнез тем же ковидом, которого, естественно, в эти годы не было, не было описано. Сегодня у нас куча данных. Можем мы к этому, к этой клинике добавить там какую-то еще клинику. Ну, например, соответственно, это помимо снижения эректильной функции, более ярко описать снижение либидо, повышение эстрогенов на фоне снижения тестостерон. То есть можем расширять. Можно при желании, конечно, написать целую книгу об этом. Но речь о другом. Информации много, мягко говоря, а дела мало. И до сих пор, до сих пор официально не принято говорить о препаратах. Препараты вроде бы есть, но их как бы нет. И обыватель, соответственно, думает, что если он начнет в 50 лет использовать небольшое количество тестостерона, он станет качком обязательно. Или заработает кучу побочек, хотя, конечно, заработает, если будет делать это неправильно. И, по сути, наша с вами задача, это даже не распространять эту информацию, чтобы люди знали, что в каком-то смысле климакс это общая проблема мужчин и женщин. И во время, соответственно, и после климатерического периода наша ответственная задача за нашу, так как мы сами ответственны за свое здоровье, это, соответственно, уже поддерживать организм как экзогенами, то есть пришедшими извне микроэлементами, там дополнительными, соответственно, витаминами и так далее, так, конечно, экзогенными гормонами. То есть уже ни в вашем кишечнике синтез неких витаминов, который должен происходить, этого не происходит, уже не происходит ровным счетом таких, соответственно, всех биохимических реакций, которые должны происходить в молодости, дорогие друзья. Вот как-то так. А почему об этом не говорится? Почему у нас теперь большая часть препаратов рецептурная? Ну, я не знаю, предполагайте вы в комментариях, это, наверное, уже разговор о политике, как-никак, а мы здесь занимаемся медициной. И для нас абсолютно эквивалентно все, мы, так скажем, чисто теоретически же с вами рассуждаем, поэтому для нас мы можем теоретически любой препарат обсудить, любое вещество. Захотим плутоний будем обсуждать, вот, поэтому, в общем-то, вот, ждем, жду дискуссии. Может быть, из этой дискуссии в комментарии что-то родится. С вами был Крафт Сергей. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. С вами был Крафт Сергей. Субтитры сделал DimaTorzok